Приветствую вас, Игорь Нанчелло, давайте подумаем, для чего вам лично это нужно. То есть, вернуть любимого человека в семью, это нужно вам в большей степени? Или вы знаете, что, например, о вашей супруге с вами будет лучше? Почему так важно, чтобы вы вот этот момент для себя прояснили? Дело в том, что, если вы хотите вернуть свою жену для себя, то ориентироваться вы в возвращении будете также на себя. И предположим, что у вас получится ее вернуть. Вот действительно, вы вернули свою супругу, действительно у вас все получилось, действительно она вновь с вами, Но, простите, пожалуйста, если вы меняли свою позицию, вот если вы предпринимали какие-то действия для того, чтобы вернуть свою жену, То, что бы вы ни делали, после достижения цели, которую вы перед собой ставили, да, цель вернуть свою женщину, Высока доля вероятности, что повернетесь к тому поведению, которое у вас было до этого. А почему? Почему так спросите вы? На самом деле ответ очень простой. Если вы ориентируетесь не на себя, в том, что касается вашей супруги, а на свою жену, То тогда вы понимаете, что для нее какие-то вещи в отношениях с вами были явно неприемлемы. И, конечно же, вы поменяете свою позицию. Но эта смена позиции будет, я бы сказал, знаете как, я бы сказал, что эта смена позиции будет долгосрочна в перспективе. Потому что вы осознали внезапно, что вашей женщине для того, чтобы быть с вами, для того, чтобы быть счастливой, нужны какие-то вещи. И эти вещи вы по, ну, давайте скажем так, по своему незнанию, по своему недопониманию ей не дали. И из-за этого она ушла. Из-за этого она ушла. Теперь она не с вами, да. И вы хотите ее вернуть. Ну вот, чтобы вам вернуть ее, нужно, вообще говоря, ну, как это сказать, начать менять свое поведение. Начать менять свое поведение. И вот до тех пор, пока вы свое поведение не начнете менять, но не для нее, вот, то есть, да, не для нее, а для себя. Потому что вы считаете, что вы сами что-то неверно делали. То нет у вас никаких, к сожалению, шансов вернуть свою женщину. Потому что, даже если вы ее вернете, вы вновь наступите на те же повсюти грабли, что и раньше, что и было у вас до этого. Следующий момент. Это момент, который вам нужно понять. Чего женщина с вами не получала, и ушла, и что она получает, или получит, уйдя от вас. Этот момент тоже нужно очень хорошо и тщательно разобрать. Почему, спросите вы. Потому что, это нужно для того, чтобы отдавать себе отширт в том, что вашей женщине нужно, и что вам необходимо ей дать, для того, чтобы ее уход стал единственным в вашей жизни с ней. То есть, чтобы он не повторился. Вот, этот момент, также очень важен. Потому что, если вы не будете отдавать себе отширта в том, ради чего ваша женщина ушла, ну, никак у вас не получится ее вернуть. Просто потому, что, вот, куда ей, куда ей возвращаться, по сути. К чему ей возвращаться? К тому, что было раньше. К тому, что было раньше. Но ее это не устраивает, и она выразила свой протез этим, тем, что ушла от вас. Не так ли? Так. Значит, нужно, вот, именно то условие, которое послужит причиной для ее ухода убрать. И тогда проблема не решится до конца, потому что она, ваша жена, все равно будет с недоверием смотреть на вас, на ваши изменения в поведении. Ей потребуется время для того, чтобы это принять. Дальше. Дальше. Что важно еще сказать? Это то, чтобы вы наладили с ней, значит, какой-то отширы. Важно, чтобы вы наладили с ней какой-то контакт, чтобы этот контакт у вас был, чтобы вы общались со своей женой нормально. Да, на определенных условиях, да, не так, как раньше, но важно, чтобы вы общались с ней. То есть, подумайте сейчас, какое общение, какой стиль общения, какая форма общения ей наиболее всего подходит сейчас. И дать ей это общение. Для чего? Для чего вам это делать? Для того, чтобы подерживать с ней связь. Чтобы показать своей жене, что вы готовы для нее идти на уступки. Это очень важно. Чтобы ваша женщина увидела, что вы ради нее готовы что-то делать. И вот тогда, постепенно, когда у вас будет налаженный канал общения с ней, вы и покажите ей, что изменились. Но, что изменились для себя. Не для нее, а для себя. Сами осознали, что какие-то вещи вы делали неправильно. Ага. И ей вы хотите счастье. И если вы для нее то самое счастье, то вы готовы ее принять. И если нет, то вы готовы ее отпустить. То есть, не нужна здесь какая-то излишняя категоризация, категоричность того, точнее категоричность, не категоризация, категоричность того, что вы делали. Чтобы показать своей женщине, что вы поменялись, нужно время, ненавязчивость и деликатность. Чтобы она сама увидела, что тот мужчина, от которого она ушла, исчез, а на его месте появился тот мужчина, на которого она когда-то выходила замуж. И вот тогда у вас есть все шансы вернуть свою женщину. Как видите, спектр работы у вас достаточно большой. Нужно разобраться в себе, нужно разобраться в ней, нужно поддерживать контакт с ней. Нужно быть готовым идти на уступки. Это целая стратегия вашей деятельности. Это целая стратегия вашей деятельности. И эту стратегию вам можно и нужно продвигать, если вы действительно серьезно настроены на суть, чтобы вернуть свою жизнь. Соответственно, если вам потребуется помощь, то я готов вам ее оказать. Ну а пока на этом все. Надеюсь, что помог вам. А если вопросы какие-то появились, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok